Пока у меня все, я готов перейти к ответам на вопросы ваши. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Мы, конечно, очень вам благодарны за то, что вы посвятили время для того, чтобы приехать обвестить наш народ. Хотя это должно было быть еще раньше по всем статистикам. У меня к вам вопрос первый. Изучали ли вы статистику жителей города Теплодара? Кто здесь живет? Вы изучали этот вопрос? То есть демографический средств. Смотрите, я вам немножко расскажу. В нашем городе живет на 1-е, 10-е, 2015-е год 10279 человек. За 9 месяцев у нас родилось 105 лимовлят. Умерло 64 человека. То есть в Одесской области, Южный и город Теплодар являются первыми по статистике, где рождаемость превышает смертность. Это должны вы учитывать в первую очередь. Следующее. От 0 до 14 лет у нас живет 1691 особа. Это от 0 до 14 лет. От 15 до 24 – 1255 оси. От 24 до 44 – 3491 особа. И от 45 до 58 – 2972 особа. И от 60 – 1078. По опросам, которые мы сделали сами инициативно, у нас уже собрано 2000 голосов с подписями, с адресами, с телефонами, где мы против того, чтобы сделать у нас тюрьму. Еще один вопрос. Что касается земельного участка. Вы предлагаете Теплодару с десятитысячным количеством людей. Количество мест, которое у нас будет, всего лишь тысячу. Это ничего. Ну, мы будем говорить, что будем округлять. Ну, это можно сказать даже меньше. Подождите. Следующее. На такой огромной площадке, как наша промзона, на сегодняшний день мы готовы этим вопросом заниматься. У нас есть в нашей администрации, есть квалификационные люди. Если нет, то они будут появляться. Значит, эти люди будут заниматься тем, что будут искать инвесторов для того, чтобы развивалась наша промзона. Вы подали нам отличные идеи. Это швейное производство, это переработка металлургии. Это мы можем и без, как говорится, без вас. Ну, так. Ну, да. Таким образом. Тотя, ну, уже ж было. Да, можно. Давайте комплектовать. Дальше. Дальше. Скажите мне еще, у меня к вам вопрос. Какие районы еще рассматриваются, кроме города Теплодара? По состоянию дел мы, я объяснял, почему Теплодар, поэтому мы основные усилия, мы дальше не вникали. Мы сейчас приехали и вам предлагаем. Поэтому мы обратились к вашему руководству, они говорят, мы рассмотрим. Когда дошли до рассмотрения, услышали ваше мнение, давайте общественное слушание. Давайте. Как мы можем идти дальше на сегодняшний день, если нам нет, никто не сказал. Сейчас я слышу от вас разумительные какие-то вопросы, что кто-то не согласен. Люди добрые. Я не вправе влиять на ваше мнение. Это ваш дом. Я не могу к вам прийти и устанавливать свои законы. Меня пригласили, говорят, давайте проведем. Пожалуйста, я подготовился, приехал, чтобы ничего от вас не скрывая показать, рассказать. Вы в своем доме хозяева, вы считаете, что вам это не нужно, вопросов нет, определитесь, проголосуйте, сколько вас, как это будет и так дальше. Мы вам ничего же не навязываем. Вы же не пришли, что нет, вот оно будет так. Погорать. Смотрите, у нас есть уже петиция, которая мы, вот уже есть у нашего мэра, есть петиция в численности 2000 человек. То есть, что мы против. Это уже является, от 8 тысяч, тех, которые имеют слово, это уже является 25%. Правильно? Дайте сюда микрофон. Я не знаю, как ваше имя. Может, мы бы начнем уже собирать эти петиции? Вы собрали, а мы не собрали. Зачем мы туда говорим? Вы не собираете, что вы не собираете. Что вы сидите, если вы не собираете? Тогда мы будем собирать тоже. Что вы не собираете? По делу! Я по делу спрашиваю. Ну и все. Мы завтра принесем 4 тысячи, если просто. Значит, смотрите, еще следующее. На сегодняшний день наш молодой город заслуживает лучшего в будущем, нежели тюрьма. Я думаю, что мы не будем забегать о том, что почему 35 лет в нашем городе не было жизни и не было никаких производств. Это у нас вопрос уже, как говорится, к прошлому мэру. На сегодняшний день наш мэр всего лишь месяц как при власти. Поэтому я думаю, что с новой командой, с новыми людьми мы наш город Теплодар приведем к тому, что мы будем процветать. Я думаю, что идея у вас очень отличная. Что касается еще железной дороги и инфраструктуры. Я думаю, что за пределами Одессы есть та же Балта, где есть железная дорога. Где есть, я просто говорю, это совет от людей, которые что-то понимают. Есть Балта, где есть действительно бедные села. Задайте конкретные вопросы. Этот проект будет очень важным. Прислушайтесь, пожалуйста, к этому вопросу. Я вас слышу, я вас слышу. Единственное, что, конечно, я конструктивного вопроса не услышал. Я вам говорю, с чем я к вам приехал. Понимаете? Я вам полностью показываю, что это безопасно. То есть мне задавали вопросы, что вот у вас будут зэки бегать. Я сижу перед вами, я начальник управления пенитенциарной службы. И не похож на мальчика, который бросается словами. Я говорю, что я отвечаю вам, что никто бегать не будет. Понимаете? Я вас не спрашиваю, будет ли бегать или нет. Мы собрали, у нас тут вопрос был. У нас есть документы. У нас есть на сегодняшний день документы. Вы подняли тот запрос на люди. Что теперь такое? Не тяните время. Задайте вопросы. Мы получим ответ. Все, у нас еще есть. Подождите. Здесь у нас еще присутствует ветеран войны. Он точно так же хочет высказаться. Пожалуйста. Я для этого сюда приехал. Пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос с места. Пожалуйста. Оставьте мне помощь. Насколько человек рассчитан на базу отдыха? За забор. До пяти тысяч. И в каком примерном месте на промбазе она будет строиться? Вы доезжаете с Теплодара, едете, доезжаете до промзоны. Вот с левой стороны, там есть вот эта вот такая тропа уходит. Мы специально ушли как можно дальше от города по двум позициям. Во имя того, чтобы когда будет этап строительства, мы понимаем, что это будет двигаться транспорт, грузовой. Мы, чтобы не приносить теплодарцам неудобств. В разное время суток, что-то едет, что-то варит, что-то грохает. Вы специально даже не просились ближе километра к вам сюда по ряду позиций. Во-первых, нам спокойнее. Во-вторых, мы уходим туда вам спокойнее. Что бы у нас там ни происходило, между... И с учетом того, что мы приглашаем ваших людей. А это, поверьте мне, лучше любого контроля. Не то, что я вам буду здесь рассказывать. А когда тот самый ваша нянечка с больницы, ну, я имею в виду, которая жительница Теплодара, а город небольшой, люди все друг друга знают. Когда ваш электрик с комплекса там Б или С или Е, который там работает и каждый день, и видит людей, и слышит, приходит и говорит, слушай, я там такое слышал, а там вот такое, там над людьми истек, там все эти комплексы, за которые я отвечаю, они не работают. Они врут нам все, что они действительно охраняют. Пусть ваши люди, почему я говорю, мы берем ваших людей, чтобы они имели возможность своими глазами вам все докладывать. А вы вправе прийти нам и задать вопрос. Это неправда. Вы нам обещали. Общественный совет, нас интересует блок С. Вот как вы их там держите, а почему, не могут ли они убежать. Поэтому мы выстраиваем ситуацию везде. Начинают пищеблока, что там кормят чем-то не так, что куда-то что-то выбрасывают. У нас, к сожалению, вот так устроены люди, что перекручивают все. Я хочу, чтобы ваши люди были везде, чтобы они видели, что там происходит, какое там отношение к людям. Мало того, что никто из нас не знает, как жизнь любого сложится. Но у нас сегодня есть возможность раз и навсегда для этой категории поставить А. Надежные условия их охраны, я вам говорю, 10-метровый забор со всеми соответствующими системами. П. Создать нормальные, не скотские, а людские условия, чтобы они, коль так случилось, то пускай они отвечают по закону, пусть европейцы не тыкают нас носом. Понимаете, да? Вот о чем идет речь. А ваши все видят. Я удивляюсь, когда я слышу, что мы как-то хотим обидеть теплодар. Мы наоборот сегодня считаем, что мы к вам пришли. Пожалуйста, вот наш концерт. У вас есть сегодня швейка лучшей, без нас. Никаких вопросов нет. Мы взяли под козырек и ушли сегодня. Поверьте мне, с концепта, с финансированием, с дисциплиной, с погонами. Я, ну верьте мне, я Бога ради не хочу никого обидеть, но верьте мне, что мы пришли сюда, я сказал, почему. Еще два вопроса. А то строгий режим будет или общий? Средний. Средний это как, понимаешь? Нет, ну что, там есть средний, есть средний, слабый и строгий. И охрану, знаете, солдаты срочные будут? Нет, солдатов срочников там нет. Там прапорщики, офицеры, пенитенциарные службы, солдаты. Нет, вообще. Потому что это очень выгодно. Им это удешевляет строительство. Там все готово. Все коммуникации, все цеха, все готово. А то, что будет поступление, что обещает Евросоюз, они раскратят эту разницу. И опять, а мы останемся с тюрьмой. Во-первых, обещают на 800 человек рабочие места. А у нас мужья, жены, внуки, где работают? Все в Одессе. Пускай сначала построят дорогу. Они обещают, как вот многие вешают лапшу на уши, что вода будет по 5 гривен. А сейчас нам говорят, что нельзя сделать воду по 5 гривен. Почему? Значит, есть какие-то подводные камни, о которых нам не говорят. Какое-то вдруг ни с того, ни с сего они сделают нам воду по 5 гривен. Никто ничего нам не сделает. Я говорил за воду по 5 гривен. Нам такая была информация, что сделают нам воду по 5 гривен. Я извиняюсь, я такого не говорил. Я отвечаю за слово. Я не говорил за воду по 5 гривен. По одной простой причине, что мы эту воду будем у вас покупать. Это ваша вода. У нас была такая информация. Я вот перед вами сижу абсолютно ответственно. Пожалуйста, я вам отвечаю. Если у нас заберут площадку, мы уже все останемся. И мужья наши, и жены. Останемся. Как ездили, так и будут ездить в Одессу на работу. У меня вопрос номер один. Это за счет европейских денег, это все делается, да? Я так понял. А что будет с этого иметь Европа? С этого будет иметь Европа Украину, которая идет в Европу. Ну да, я понял. Понял. Иметь Украину. Так, родиться. Вопрос, вопрос. Я тебя уже услышал. Скажите, почему иметь Украину? Ну, потому что. Ну, есть, а даром Европа ничего не делает. Даром деньги не дают. Просто так не дают. Второй вопрос. Значит, вот это все построено зэком. У нас в Теплодаре 10 тысяч жителей. А почему Европа просто так? Не построить нам те же самые промышленные зоны, те же самые общежития, тот же самый медицинский центр, тот же самый бесплатный питание в столовой. Почему и наши жители будут работать на этом же самом промышленном зоне, будут металл, будет все. Почему так? Зачем нам здесь эти зэки? Почему зэки будут бесплатно жрать здесь? Понимаете? Задаром работать, а кто-то с этого будет что-то получать. У меня вопрос. Я услышал вас. Я, к сожалению, начальник пенитенциарной службы Украины, Одесской области. Понимаете? А это к Европе обратиться? Я понял, я не знаю, нет. Вопрос обещается в том, вы говорите, будет все закрыто, ничего не будет ходить. Меня как бы эти зэки, что будут сидеть, не волнуют. Меня больше будет волновать те, кто сюда придут с наркотиками, с оружием передавать. Говорите, вы закроете, государство на сегодня не может закрыть границы. Государство на сегодня не может обеспечить армию. А вы говорите, что тут обеспечить. Не поверю. Так пускай для зэков будет больница новая, для них будут все условия, для людей нет этих условий. Зачем врать? Государство на сегодня ничего не может сделать. И нам будет только куча наркотиков и всяких маргиналов придет в город, который будет приезжать к этим зэкам. Инфраструктура, вы говорите, не подходит. Инфраструктура не подходит. Для того, чтобы обеспечить 5, сколько, 8, 10, 10 тысяч зэков водой, надо будет увеличить мощности всего водоканала, всех очистых сооружений, новую линию электропередач тянуть. Инфраструктура все равно не подходит. Пожалуйста, вы говорите, такая классная идея. У вас куча приложений. Пожалуйста, соберитесь и уходите, если был дар в город, вас тут не хочет видеть. Дело в том, что здесь это не теплодарская громада. Эта девочка сказала, сколько у нас жителей. Посчитайте, сколько сюда пришло. Это пришли те люди, которые хотят задробить еще одну хорошую идею. И все. Они говорят... Они говорят... Так, секундочку. Все? А ты мне говоришь, они не плодают? Я не так сказал. Ты неправильно меня понял. Это пришли люди, которые пришли завалить еще одну хорошую идею. Вы говорите, что промплощадка вам нужна. Вы посчитайте, кто владельцы на той площадке. Вы знаете? Потому почему... А скажите, какую мы идею еще рассматривали? Идея была такая. А я считаю... Вы еще... Наш народ... Рассматрил идею. Дело в том, что электростанцию строили, не построили. Швейное производство в Китае ездили. Не принесли. Не все такое... Не надо. Вы пришли, чтобы все здесь завалить. Если надо, мы соберем другие подписи. Субтитры создавал DimaTorzok, больше 30 лет назад мы приехали сюда в поле и сели болото, чтобы построить для своих детей это место. А теперь нам говорят, что мы не теплодавцы. Мы поверили радянским ученым, мы поверили мирный атом. И что мы мали? Мы мали Чорнобиль? А теперь они хотят нам тюрьму, своих зек. Если это так очень хорошо, то почему вы его пересылаете в теплодар? Живите сами с ним. Можно сказать? Вот мужчина выросился здесь не с жителями теплодара. Я лично... Ладно, не важно. Сейчас я говорю, хотите сказать, вы иди скажите. Я лично родилась в этом городе, я здесь выросла, сейчас у меня растет здесь двое детей. Нам мэр сообщил, что будет такая вот встреча. Я, конечно, хотела бы уточнить у мэра. Он сказал, что это громадские слухания, но, насколько я знаю, в громадских слуханиях есть порядок оповещения, установленный кабинетным министром, порядок проведения и протокол. Нам четко, ясно сказали, что это будет просто информативная встреча. Видимо, мэр оговорился. Извините, пожалуйста. Я очень прошу у вас извинения. Извините. Я сейчас, конечно, я просто хочу упредить вопрос. Те вопросы, которые мне сейчас задают, я еще раз хочу обратить внимание всех вас. Когда мы приехали к руководству города, были мнения, что не согласны. И там вот мы не можем понять, что это. Люди добрые, я не приехал, вот вы говорите, уходите из Тепута. Я даже сюда не приходил. и не приходил. И хочу вам сказать, да, вы говорите, что вам не надо. Люди добрые, я не знаю, кто на вас давит, я не знаю, кто на вас давит. Поверьте мне, что я на вас не давлю и не собираюсь этого делать. В противном случае, зачем бы я приезжал бы сюда, брал сюда? Зачем? Ну, давайте логически посмотрим. Спасибо. Так вот, я просто вам хочу сказать, вот мне задают вопрос, как проводятся общественные, люди добрые. Я не знаю, тут теплодарцы или нет. Я многих из вас вижу в первый раз. Мне сказали, что для того, чтобы люди понимали, пожалуйста, приедьте и посвятите их в ваш концепт. Люди считают, что здесь будут строиться тюрьмы, которые еще были. Я вам показал, что мы собираемся строить. Это все-таки информативное. Вы считаете, что вам это не надо. Вы считаете, что для теплодара это какой-то убыток. Вы определитесь, пожалуйста. Это не мой вопрос, как собирать общественные люди. Я начальник управления и отвечаю за то, что находится по ту сторону забора. За режим, за все остальное. Я приехал ответить на вопросы профессионально моего направления. А как проводятся ваши слушания, как собирали, кого должны были. Это не ко мне вопрос. Я же говорю, я у вас здесь будет. Извините. Пожалуйста. Извините еще раз, что я вас перебил. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. У меня таких. Почему кроме теплодара во всей Одесской области очень много городов, поселений. Почему кроме теплодара больше ничего вами не рассматривалось? Почему такой подход вообще? Вот только теплодар и все. Вот вы остановились, решили, что вы здесь и больше ничего другого не рассматривалось. И второй вопрос, подождите. Объясните, пожалуйста, широкому кругу людей, что такое расконвоированный заключенный? Это заключенный, который занимается на дельнице социальной реабилитации, которым в соответствии с законом три четверти срока отбывания наказания которого, да, при нормальном его поведении, он переводится на хозяйственные работы, расконвоированные. То есть он может на сегодняшний день передвигаться по промзоне без конвоя. но он не выходит в город, он не идет в город, если он только по промзоне. То есть есть, здесь есть у нас два режима. Сейчас, сейчас, секунду. Он срок отсидит, город сюда придет и будет родить. А вы не предусматриваете того, что эта система все-таки когда-то со временем изменится? Вот это вот основной периметр. Я прошу, пожалуйста, если задали вопрос, решите мне на него ответить. Вот это вот основной периметр. Это промзона. Там периметр получается гораздо, ну, облегченнее, гораздо меньше, потому что это промзона. Вот туда попадающие те, которые там только режимы находятся внутри, а не по периметрам. Понимаете, да? То есть для того, чтобы там подметать дворы, мыть, убирать и так дальше, в том числе выход и работа внутренней части периметра, есть та категория, которые расконвоированы. И они имеют возможность выходить за территорию туда, куда общие не могут выходить. Но контроль за ними по-любому осуществляется. Совершенно другая пропорция. Вы понимаете, да? Да, первый вопрос был, почему теплодар? Отвечаю. Хотя я в начале своего выступления объясню вам, потому что мы, я в самом начале объясню, сейчас еще раз спокойно возвращаюсь и говорю, концептуально, когда был готов у нас концепт, куда сегодня это ставить. Мы считали, что мы прибытием в теплодар сможем действительно значительно поднять бюджет теплодара за счет тех вопросов, которые я вам говорил раз. И второе, что нам теплодар сегодня подходит. Высказать свое мнение. По поводу этого проекта очень хорошая идея, его еще надо реализовать. Это раз, только слова. Во-вторых, можно было рассмотреть, чтобы не строили, не шили, или даже шили, это хороший государственный заказ, неплохо. А вот еще построили наш город, если у нас численность 10 тысяч, то неплохо было бы рассмотреть, чтобы эти заключенные построили нам город на 30 тысяч. Это неплохая идея. строительные организации. Спасибо, я услышал. Вывозить будем, заключив договор с теплодаром, туда, куда скажет теплодар. Разрешите, уважаемые, жители теплодара, чтобы вы понимали просто небольшой экспресс, историю. То есть, как говорится, вот эти наши заведения, они созданы не вчера, не позавчера. Есть масса областных центров, где эти учреждения работают очень успешно и наполняют бюджетные городки. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства, у нас таких сегодня шесть инвестиционных проектов. То есть, на сегодняшний день у нас уже по землям вопросы решены по Киеву, по Львову, по Черновцам, по остальным городам, которые имеют инвестиционную привалость. Потому что Одесса, она имеет свою, как говорится, определенную цену вопроса, поэтому есть и заинтересованность инвесторов определенная. То есть, чтобы вы понимали, наши учреждения, многие из них, есть градообразующие, потому что в них в основном работа как местное насилие. Мы можем уйти в Коминтерновский район, просто куда-нибудь закопать сельское место. Я могу еще привести массу интересных наших учреждений, которые действительно позасовывали в глубинку. Они сегодня просто-напросто мы их закрываем, потому что там нету ни работы, ничего, но мы их тоже стараемся сберечь, потому что там люди, у которых есть работа. То есть, они без нашего учреждения просто жить не могут. Еще объяснить, почему это теплодар, потому что он не первый год рассматривается, он и 10 лет назад рассматривался, и, наверное, вот и сейчас к этому вопросу вернулись. Польза от этого будет вам колоссальной. То, что будет ваш бюджет наполняться, понятно, то, что будет восстанавливаться инженерная инфраструктура, и в этом, как говорится, будет тоже позитив определенный, потому что мы все равно будем, как вы правильно заметили, увеличивать мощности и тех же очистных сооружений, и той же электрической подстанции, и КНС, и водопроводной насосной станции. А чем больше, как говорится, будет потребителей, даже вот этих 5 тысяч, это же говорится проектная только мощность, никто не говорит, что завтра там этих будет 5 тысяч. Будет уменьшаться количество осужденных и увязненных, может это учреждение будет и на тысячу, и на две, мы же не говорим, что это завтра вам будет 5. Но, чтобы вы тоже понимали, на этих закрытых учреждениях остается какая-то промышленность, все равно люди смогут потом заменить наш контингент, ну не контингент, скажем, а это тоже граждане этой страны, и прийти работать на ту же шлейную фабрику и на все остальное. А туберкулез куда кем? Чтобы вы понимали, туберкулез просто не дошло до медика, действительно серьезного. В Одесской области нет туберкулезных лечебных заведений, то есть они у нас размещаются в Николаевской и Херсонской областях, где созданы для уязвенных дельниц из личных изоляторов, а за них про туберкулезный западок лечатся обыкновенные осуждены. То есть в этом учреждении их не будет. Чтобы вы понимали. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я представитель инициативной города, это группа города Теплодан. Скажите, пожалуйста, а для чего освобождаются земли в Одессе, которых вы сюда будете переносить в тюрьму? Это первое. Если там развлекательный центр, почему его не сделают Теплодан? Вот объясните, почему его не сделают. Это вопрос не моей компетенции. Поймите, пожалуйста. Ну, поймите. Вы же должны знать, куда пойдут наши земли. Моя задача на сегодняшний день привести условия содержания спецконтингента к требованиям европейских стандартов. И вас не интересует, куда пойдет эта земля? Это не моя... Во-первых, там есть такая же самая громада Одессы, как и вы здесь. И никто там ничего как без вас тут ничего не строит, так и в Одессе никто ничего не построит. но жестко спать будет. Ну, пожалуйста, не спите. Что я могу сказать? Что я могу сказать? У нас у них есть тайные. День добрый. Здравствуйте. Более такой вопрос уже насущный непосредственно для жителей города. И он такой, более конструктивный. Скажите, пожалуйста, какой объем вообще людей планируется куда заселить? Вместе с вашими сотрудниками, вместе со всеми... Сколько будет людей там жить? Я вам скажу... Жить... Извините. Ну, полностью обитать, как бы... на объекте. Я тогда отвечу на вопрос обтекаемо. Потому что вот конкретно в разное время суток там будет разное количество людей. И разные дни будет разное количество людей. Поэтому мне сложно сказать, потому что я очень, скажем так, осторожно отношусь к цифрам, которые я докладываю, потому что за них я в любой момент должен буду ответить. Потому я вам назову цифру, что вместе со спецконтингентом там будет находиться примерно около пяти, подчеркиваю, около пяти тысяч человек. Но это очень условная относительная цифра. Потому что она каждый день меняется. Она может быть занижена в два раза, но не может быть завышена ни на одну единицу, более пяти. Но может быть занижена в два раза. Объясню вам почему. Потому что мы сейчас в данный момент почему вот планируем такие. В данный момент будет реформа системы. И возможно, что нагрузка Одесской области частично отойдет на Херсонскую. Понимаете, да? В связи с этим это концепт. Когда проект мы будем защищать, мы по проекту будем выходить уже на конкретные цифры. Пока это концепция. Понимаете? Поэтому я бы просил не делать акцент непосредственно на цифре это будет пять тысяч или это будет две тысячи. Не делать акцент. Для нас то, что мы на сегодняшний день основное направление преследуем, Европа имеет намерение сегодня выделить финансирование для того, чтобы принять Украину в Евросоюз. Они сегодня занимались финансированием полиции. Завтра, с 1 января начинается реформа пенитенциарной системы. Есть постановка Кабмина 1066, которая правительство дало команду Одесской облгосадминистрации, пенитенциарной службе, Министерству юстиции поставили четкую задачу изучить возможность выноса за пределы областных центров установки пенитенциарной системы. И там в первую очередь в концептах использовать в момент соответствия евростандартов условий содержания лиц, которые там находятся. Поэтому я говорю вам, что цифра давайте будем брать пока 5000, но подчеркиваю, что эта цифра условная. Выслужил большое информацию. Скажите, пожалуйста, институт прописки, никто не отменял, скажите, они прописаны будут? Нет. Нет, да? То есть однозначно нет. То есть не в теплодаре? Нет. Это замечательно. они не будут прописаны в теплодаре. То есть они регистрируются все? Хорошо. Сразу же второй вопрос. Скажите, пожалуйста, по непосредственно что получает Европа, мы сейчас выясним с вами, кто будет у вас в количественном соотношении, вот берем мужчины, женщины, строгий режим, общий режим и так далее. То есть в принципе не будет здесь просто влаги фильтрации, который построен в Николаеве, который будет принимать беженцев. Или, ну, я понимаю, я понимаю, вы взялись за голову. Скажите, пожалуйста, это всего лишь вопросы. Пожалуйста. Это те вопросы, которые задают, послушайте меня, те вопросы, которые задают на улице. Люди боятся, что если будет прописан еще такой объем жителей, то есть они смогут влиять непосредственно на голосование в городе. И мы в ручном режиме, кто-то улыбается, кто-то не улыбается, станем заложниками вашей, так сказать, службы. Понимаете, да? То есть тот объем голосующих, который есть, там, две тысячи, пять тысяч. Они на местных выборах не учат. Да я же не об этом. Я пытаюсь просто объяснить. Я депутат местного совета, да? И почему я вас так слушаю и спокойно как бы задаю вопросы? Это те вопросы, которые задают на улице. Вы понимаете меня? Вот я вам задал вопрос, который мне задали на улице. Я услышал на него ответ. Правильно? Вот второй вопрос. Получим мы сюда какой-то поток беженцев из Европы, например, по... Ну, неважно, я не знаю откуда, потому что насчет цыган они уже не могут решить этот вопрос очень долго. Они их то в Кроватию переселяют, то еще куда-то. И вот сейчас мы, как бы, в принципе, по соглашению с Евросоюзом должны их принять. Вопрос, куда мы их будем принимать? Ну, под Николаевым учреждения есть, знаю. В Херсоне есть, знаю тоже. Вот здесь что? Тоже будет какой-то участок отведен или нет? Нет, это не... Нет? Просто я смотрел, послушайте меня, я смотрел в экоопировку, там есть по корпусам. Вот вы мне скажите, пожалуйста, по корпусам. Кто у вас где будет непосредственно сидеть? Указочка есть, пожалуйста, скажите. Конечно. То есть не вопрос. Я, послушайте меня, я не хочу занимать ваше время. Я просто задаю те вопросы, которые задают мне на улице. Вы понимаете? Да, пожалуйста. Ну, давайте мы выясним это, потом уже будем, как бы там что-то делать. Вот если вы обратите внимание, да, вот у вас сейчас вот этот корпус, мы его называем корпуса, блок 1, блок 2, блок 3. Значит, вот этот корпус, это все называется следственный изолятор. Здесь находятся люди, которые такие же граждане Украины, как и мы с вами. Не осуждены, я понимаю. Давайте дальше. Пошли дальше. Вот этот вот корпус, это административное здание, в котором будет находиться, соответственно, аппарат, который занимается службой, а 1,3 часть его будет посвящена приемному отделению. Вот так вот заходят машины, заезжают сюда в арку, отсюда люди идут, и здесь происходит первичное, вся оформление всех документов, в том числе и медицинский осмотр прибывшего и так дальше. Это корпус, этот самый, корпус Б, где будут находиться, где будут находиться женщины. Корпус Б, я к себе, корпус Б имеет также два отростка. Значит, этот отросток, первые два этажа здесь, это специально предназначенный для комнат, где будут происходить каткостроковые свидания. Третий, четвертый этаж будет происходить длительные свидания для корпусов. С этой стороны корпуса предусмотрен детский дом, в котором на первом и втором этаже расположены будут группы для деток. Третий и четвертый этаж это комнаты, в которых находятся мать и ребенок. Справки, сегодня в управлении пенциарной службы Одесской области находится 38 детей, в соответствии с законодательством от года до трех, женщины, которые рожают в местах лишения свободы, эти дети остаются с нами. У нас сегодня существует чудовищная проблема, где мы не можем выполнить требования закона. 37 детей мы не можем отдать матери на ночь, потому что у нас нет площади, некуда ее с ребенком поместить. Это они находятся в детском доме. Реформа предусматривает вот этот вот корпус, который сугубо идет под детский сад. Итак, группы, где детки находятся, первая, вторая, третья группа, это годочки, двухгодочки, трехгодочки, они там находятся, соответственно, да, там же они кормятся, там же они, там у них дворик, там детская площадка. Третий и четвертый этаж, там где мать, которая возвращается с работы, кормит своего ребенка и вместе с ним находится в отдельной комнате. Следующая установка это корпус С, в котором находятся сегодня лица, которые осуждены за совершение преступления в первый раз. То есть это первично осуждены, отбывающие здесь наказание. И корпус Д, где сегодня находятся лица, которые осуждены в два и более раз. Все они, вы видите, отдельно между собой разделены заборами, всех их объединяет один сектор, сектор H, в котором сегодня находятся, да, все контрольные функции пропускные. Хочу обратить ваше внимание, что вот это центральная вышка, туда сведены полностью все перекрытия всех блоков. Каждый из ворот блока, где вы видите, или вход в корпус H, имеет, как в подводной лодке, вот такие вот двери, которые закрываются и блокируют. Даже если взять взрывчатку C4, 20 килограмм ничего сделать не может. Мы будем вместе с вами там. Я, поверьте, когда все это будет строиться, закладываются, анкерные болты, электродвигатели, если оно будет, если оно здесь будет строиться, мы вас приглашаем, пожалуй, чтобы вы все это видели. Кроме того, корпус предусматривает с собой еще подземные переходы, поскольку спецконтингент не должен передвигаться по улице. Здесь будут подземные проходы от корпусов к промзоне и возврат обратно, а также здесь эти проходы предусматривают с собой специальные системы защиты на случай ракетно-ядерного удара подземные сооружения. А по улицам это будет перебирать. Смотрите, то есть ваша граница, получается, проходит непосредственно, как я понимаю, там, где у нас сады, да? Скажите, по чисто с экологической точки зрения, у вас там литейка? Не литейка, но там у вас... Нет, литейки нет. У вас там промзона вообще... Металлическая, то есть цех, в котором сегодня идет изготовление и обработка металлических. Литейку мы не планируем туда ставить. Вы с этими людьми общались уже? С какими? Сегодня вы не планируете. С садами? Да. Я думаю, что... Там рядом паевые земли какие-то есть. Ну вот представьте себе, если мы еще, извините бога ради, я два слова просто отвечу, мы еще не решили, мы будем здесь или нет, точнее, вы еще не решили. Хорошо, сегодня мы решим, а я уже пришел к садам... Сегодня мы решим, да? Пожалуйста, даем вам зеленый. Пожалуйста, мы готовы... Завтра приходят фермеры и говорят, да, ребят, мы не согласны. Да, я вам хочу сказать, что... Техника экономической обоснования по каждому. Там обязательно будет ОВНС, то есть отдел охраны внешней и окружающей среды. То есть здесь экологическое обедение... Мы не будем понимать. Ну просто, что я знаю по одесским заведениям, там есть литейка, там чем они только не занимались, ну вы же знаете прекрасно. Это делается для того, чтобы здесь устраивать... Мы даже ставим вопрос сегодня, чтобы швейное оборудование, которое есть там в нашей установе женской, да, швейное оборудование, с учетом того, что ему больше 30 лет, мы его не планируем даже сюда забирать. Здесь все будет с нуля ново. Единственное, там у нас три линии есть обуви, если вы знаете такую 14-ю установу, если есть возможность получить информацию, там изготавливаются сегодня тапочки. Это линии, которые 2012 года выпуска, то есть они современные, соответствуются. Все остальное мы не планируем сюда забирать. Скажите, пожалуйста, может надо было начать все-таки от какого-то договора о намерениях, который был опубликован в интернете, вместо слухов, которые пошли в город. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть договор о намерениях не могут делать депутаты и так далее. Не могут. Послушайте меня, договор о намерениях... Послушайте меня, есть техническая информация, которую одни люди должны были донести другим людям, то есть специалистам, правильно? И вот эти специалисты должны были это опубликовать на каком-то ресурсе, где можно было в газете, где можно было все вычитать. О чем вы говорите? Не выйдем в это случайно. А как вы говорите? Можно вы говорите? Нет, просто, послушайте меня, все это настроение, что сейчас пришло, все это настроение и отражение людей, это от нехватки информации. Вы понимаете? А можно вопрос? Ну, так я тоже об этом узнал. Дайте, пожалуйста, ну вот разговаривайте. Пожалуйста, послушайте, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Договор о намерениях будет изначально, который люди увидят, или нет? То есть мы вам даем инвестиции в таком-то объеме, и вот мы вдвоем подписались. Мы даем вам 10 миллионов на развитие вашей инфраструктуры, правильно? Я не уполномочен сегодня распоряжаться деньгами. Потому что все вот это, что здесь происходит, это всего лишь рассказы. Понимаете? Это нигде, ничем не подтверждается. Когда это будет зафиксировано, хотя бы, послушайте, с чехами у нас, вернее, был договор о намерениях, да? То есть мы там подписывали хоть какие-то предварительные бумаги. Они хотели у нас ТЭЦ строить, да? Мы им что-то выделяли, но они нам уже об этом говорили. А вот за это мы вам дадим там то-то, то-то, то-то. Понимаете? И рабочие места нужно указывать в этом, количество рабочих мест. Понимаете? А не то, что мне звонят в 12 ночи, да, люди и говорят, у вас там тюрьму стоит, а я ни сном, ни духом. Я депутат, ни сном, ни духом. Потому что где-то это как-то там решается. И после этого пошла волна. Понимаете? Есть договор о намерениях, вперед работаем. Я прошу прощения, потому что это личная информация, которую я лично для себя собираю. У меня есть электорат определенный. Я с ними общаюсь. Я хочу, я хочу, извините, пожалуйста, один маленький момент. Я хочу уточнить. Я не знаю, я доводил или нет о том, что по всем позициям, которые мы сейчас вот прошли, с момента, как вы говорите, там определяете сами, что мы делаем, до момента, как появится первое, этот самый, первый камушек, там и первое начало строительства, это реально, я хочу, чтобы вы просто понимали, это реально 2017 год. То есть, с учетом того, что я просто считал, как бы для себя, с учетом того, что мы определили, что общественный совет плечо-плечо идет с нами на всех этапах до завершения приемки, с учетом того, что мы проинформировали вас о евроэкспертизе, это все, пожалуйста, я хочу просто, чтобы вы понимали, не надо, есть предостаточно еще времени, нам нужен еще только год, это 12 месяцев нам надо, для того, чтобы окончательно получить технический проект на руки, что мы и как строим. Я хочу, чтобы вы это понимали, что никто завтра не собирается строить. То есть, мы получаем, давай, есть порядок, установленный закон. И дай бог, чтобы если все это получается, что мы в 2019 году это закончили, как оно планируется. Поэтому давайте спокойно, без истерик. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы просматриваете дальнейший путь освобожденных? Да. После выгода, как? Значит, у нас есть служба социологическая, где сегодня и психологи, и сегодня офицеры работают в тюрьме, для того, чтобы обеспечить психологическую подготовленность людей к освобождению. Надо сказать, что почему реформируется система. Потому что внутри нее на сегодняшний день очень много есть вопросов по трудоустройству. Если мы на сегодняшний день фактически всем тем, а это очевидные цифры, когда мы знаем, что человек закончит свое пребывание там и выйдет на волю, обеспечивает тысячи паспортов, потому что они к нам попадают вообще без них, без никаких леводокументов. Нас уходят иногда годы для того, чтобы поднять его всю поднагонку. Вопросы трудоустройства сегодня это тем, на чем работает сегодня Министерство юстиции о нормативной базе. Мы не можем сегодня директору предприятия, если он, допустим, осужденный, находится, прописан, вернее, в Приморском районе города Одесса. У нас есть перечень предприятий в Приморском районе города Одесса. Мы сегодня предоставляем тем, кто находится в местах ограничения свободы, лишения свободы, мы сегодня предоставляем им 12 профессий, сертифицированных, представьте, чего они получают на руки документы. К сожалению, этого недостаточно. Комплекс предусматривает собой полное переобучение. Раз. Второе. Те предприятия, которые сегодня имеются, у нас законного основания давить на них, что нет, возьмите его на работу. Нет, вы возьмете его на работу. У нас оснований законных сегодня для этого нет. Мы предлагаем. Люди приходят. Часть устраиваются и живут, и создают семьи, и начинают жить сначала. Часть не могут себя найти и, к великому сожалению, а это, слава Богу, всего лишь 7% возвращаются к нам обратно. Хорошо. А как в отношении тех, которым некуда возвращаться? Вот им некуда. Они вышли на свободу, а им возвращаться некуда. При пенитенциарной службе есть сегодня громадская рада, в которой входит целый ряд благотворительных организаций. Две из них сегодня занимаются непосредственно этим вопросом на уровне общественности. Если более детально нужна информация, сколько людей сегодня определили, как сложилась эта судьба, прошу вас, отдайте, пожалуйста, моему помощнику в форме ваш телефон. Я заверяю вас, что я на эти все вопросы вам отвечу. Я почему задаю этот вопрос? К счастью или к сожалению, я вчера смотрела репортаж из Одесской женской колонии. И вот один из вопросов, как девушка вышла из колонии, молодая, и ей некуда идти. Просто некуда. И я так понимаю, что эти люди туда ближе, в теплота. Поэтому тут очень серьезно. А то, что люди, как они исправляются там или не исправляются, то я на личном опыте испытала, когда помогала мальчишке, который сидел за воровство, освобожденный. Вы понимаете, поверил сразу, врал на сколько, это я потом поняла. То есть он уже, ему 25, а он потерянный. У него одно на уме, воровать. Воровать и все. Поэтому я так понимаю, что у нас может быть в городе Теплодар. Я вот об этом. Куда они пойдут? В ближайший город. Почему вы так решили? Ну, это не исключается. Согласны со мной? Безусловно. А как вы себе видите, мы их, у нас в концепции здесь предусмотрена целая группа о том, что когда они отсюда выходят, мы их отсюда вывозим. И вывозим их на железнодорожный вокзал. Мало того, каждый из них имеет конкретное направление, кто куда едет. То есть всех абсолютно вывозите. Совершенно. Совершенно. И общественный совет у нас, у нас я в отношении этой передачи мне тоже говорили, уже есть она, я еще ее не видел. Я с этим вопросом разберусь, но поверьте мне, что это не есть массовый характер. И если вышла одна девочка, понимаете, да, по всему остальному, я еще раз говорю, мы готовы к ответу на все вопросы для вас. И социально здесь, я хочу вам сказать, что не стоит переживать. Не будут они у вас оседать. Разве что только к вам сюда, как и другие люди будут приезжать, чтобы здесь у вас жить, выходить замуж, жениться, рожать детей, жить, поскольку город сегодня имеет реальный туннель в будущее. И вот то, что я сегодня слышу, что мне говорят, мы без вас, мы создали свои группы, мы хотим швейка, но без тюрьмы. Господи, да Бога ради, если это все будет, а тюрьмы будут, условно, скажем, в каком-то другом городе, не у вас, и они оттуда потом приедут сюда, вы что, нас тоже за это будете отсюда? Да пусть едут люди, пусть живут, законопослушные, пусть радуются, рожают детей. и самообучивающиеся, это еще вопрос, в отношении наркотиков. Все как бы на слуху, что в тюрьмах, ну есть, это проблема. Это своего рода бизнес, понимаете, и люди опасаются, что сюда приедут люди, которые будут на этом делать свой бизнес еще больше, потому что он сегодня в деподари, к сожалению, тоже говорят, что есть. Слухи без дыма, без огня не бывает. Как в данном случае у вас планируется вот эта работа? Как она проводится? Эта работа планируется в двух направлениях. Первое, при расположении здесь такого специального объекта, мы в соответствии с приказом, ну и не только с приказом, в соответствии с нашими внутренними документами, мы осуществляем оперативное перекрытие. То нас это интересует. Поэтому под него, когда здесь появится сила, когда здесь появятся наши патрули с 2019 года, которые будут патрулировать улицы Теплодара, то я думаю, что даже то, что у вас здесь есть, будет сценировано так. Я потом готов, пригласите меня потом в 2020 году, давайте я вам посмотрю в глаза и отвечу, так как? У меня сегодня статистика Теплодаровская есть. Что происходило здесь с 2012 года? Я специально ехал, когда к вам на встречи, я поручил своим помощникам, чтобы они меня подготовили и дали мне быстренько цифры. Сколько было зарегистрировано здесь преступлений с 2000... Я взял цифры с 2012 года. Динамика, ну мы говорили, вот не даст мне соврать руководство города, о том, что динамика, к сожалению, идет вверх. Одно место, там вот переход 12-13, она там незначительно на 50 регистраций снизилась. А? У нас милиции нету. У нас везде... А была? У нас в 2015 году была. Когда здесь появятся люди в форме, когда здесь появится этот объект, когда наших сотрудников, жены, вернее, дети будут ходить даже без приказа, поверьте мне, что нам это все очень крайне интересно, чтобы здесь был хороший город, в котором люди живут, работают, рожают детей, ходят на работу, имеют веру в будущее, имеют стабильную работу, вот что мы сюда несем. Если вам говорят, кто-то говорит, что нет, это все не так, прошу вас, не верьте. Я говорю и показываю вам проект, вот что мы сюда несем. Хорошо, спасибо. С чем мы пришли к вам? Не надо? Мы встали и ушли со словами. Дорожите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Вот вы сказали о том, что наш город планируется, ну, что к нам будут приезжать жители, будут расплатиться. Не планируете ли вы не планируете ли вы ваша команда присутствующая здесь переехать к нам в город, привезти своих семей, своих детей и давайте вместе, ну, вместе, в действительности, поднимем этот губ. А чего нет? Ну, давайте, поднимем. У вас есть планы? А чего нет? Мне так удобно будет на работу, а когда здесь будет строиться, у меня будет здесь целая группа, которую мне надо думать, где поселить, потому что важно режимы соблюдать с первого дня, понимаете, то есть по-любому здесь мои люди будут, те, которые будут мне докладывать. А я, ну, у меня есть время, мне есть еще два года, для того, чтобы я об этом думаю. Кстати, не шутейно, но я об этом думаю. И я не зря, когда мы сюда приехали, вот первый разговор у нас был, с Михаилом Васильевичем, я говорю, и поручил, сейчас изучаю, сколько стоит снять квартиру здесь, сколько стоит купить квартиру здесь сегодня, сколько стоит сегодня здесь, что есть с общежития здесь, потому что тоже еще не построили, да, представьте себе, сколько мне сюда надо, а мы считали, это примерно около 14 человек по всем направлениям офицеров направит сюда, которые свое утро начинают там, на стройплощадке, и заканчивают вечер там, и, естественно, им надо свои семьи сюда, то есть я не собираюсь от вас дистанцироваться, можно вопрос? У меня вопрос такой, ну ладно, Европа выделит вам, как бы, подтвердит ваш план, выделит деньги, начнете вы рыть, копать, а потом бац, Европа не даст ни копяк. Что вы будете делать? Зарывать. Я вот, знаете, я хочу сказать, вот у меня, я когда был там на, вот здесь я смотрю, такая вот ситуация, много миллионов, зарыли в землю. Так вот, я не собираюсь ничего зарывать в землю, вы задали вопрос, что будем делать, если пропадет фонансирование, я вам четко ответил, зарывать. То, что вырыли, зароем, и вернем, как все было. Это ваша земля. Скажите, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, вот я вижу такое, реально ко всему, а вот как могла пропасть железная дорога? 28 километров. Это мэра нашего. Теперь второй вопрос. Опять еще раз хочу сконцентрировать внимание на том, что, почему теплодар? Потому что те 5 миллионов приблизительно, которые надо было бы вложить в коммуникации, понимаете, да? Есть смысл вложить сегодня эти деньги, сэкономив на коммуникациях, вложить сегодня в железную дорогу, восстановив ее. Для той промзоны, за которую вот сейчас кто-то мне говорил, что вот заберут нашу промзону, во-первых, мы претендуем только на 35 гектар, там промзона просто, мы на большее не претендуем, нам просто не надо и никому зла не желают. А вот когда мы в ту промзону восстановим за эти сэкономленные деньги железную дорогу, тогда она у вас заработает действительно реально, потому что можно же туда доставлять все. Чем же туда ехать? Одни машины, эти дороги этого не выдержат. Скажите, пожалуйста, вот была информация, что 4 области ну как бы сюда переводят свои колонии? 4 области? Одна Одесская область. Неправда. 14, 51, 74, я называю номера установ, которые сюда приезжают, переезжают. Из города Одессы. 4 установы. 21, 14, 74 и 51. Неправда. Неправда. Никакие области сюда не собираются ехать. Все то, что в городе есть, все выходит из города и заходит сюда. Уважаемые теплодарцы и прибывшие гости в Сопенгосадминистрации. Я представляю Совет ветеранов города Теплодара. Это 320 человек. Общение с ними, а мы с ними общаемся ежедневно, они категорически против этого мероприятия, который хочет сделать здесь, в Теплодаре. Это, я говорю, то, что люди, люди. Второе. Я... Город у нас молодой. А я тоже молодой, потому что я с 2002 года здесь нахожусь, хотя мне уже 90 лет. Поэтому я вам должен сказать следующее. Вот за время проживания с 2002 года по сегодняшний день нам не предложили построить какую-то фабрику, завод, где-то все. предложили первую инфекционную больницу, в которой еле-еле отказались, то есть туберкулезную больницу. Сейчас вот это. Может быть, это и нужно, но я думаю, что для такого, как Теплодар, для такого населения, оно не сильно, в моем мнении, не сильно нужно. Поэтому те обещания, которые с неба придут, инвестиции, миллиарды, которые потом расширятся, будут, как сказал Ляшков в парламенте, наши правдуки, они ничего не дадут хорошего. Потому что обещают все хорошо, а в конец и итоге получаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я думаю, что и закончим. Вам решать. Я на все вопросы считаю, что вам ответил. Вам всем... А, кому? А может, давайте, ну пожалуйста. Мы уже приехали. Пожалуйста. Мы все выступаем. А чтобы мы с вами финансовое злобояние нашего города. А, если у вас есть вопросы, то, как отразится на финансовом состоянии города... Как отразится на финансовом состоянии города то предприятие и то мероприятие, о котором сейчас говорят, то вреда не будет точно. Я вам могу сказать, что сегодня те налоги, которые вы зарабатываете в бюджет города, не те трансферты, которые приходят как помощь, как субъенции, как дотации, а то, что зарабатывается, составляет 11 миллионов прилиг. Это годовой план, который в течение года деньги поступают в бюджет вашего города. Уже если только начнется строительство и привлекутся рабочие места и будут осуществляться строительные работы, то уже эти строительные организации будут сразу уплачивать в бюджет подоходный налог, в бюджет города. Если взять, что будет работать хотя бы 1600 человек, ну, к примеру, на этой стройке, то уже в течение года это не меньше 7 миллионов гривен. Ну, а вы уже сами посчитайте и подумайте, нужны эти деньги бюджету или не нужны. Вот это то, что я могу сказать о бюджетной составляющей. Кроме того, если будут работать действительно предприятия и будет работать производство, то опять же налоги все и налог на прибыль, и НДС, и все остальное будет от вашего города заществляться в бюджет вашего города. А сегодня дотации сколько в нашем городе? Вы знаете, я не готовилась ответить, сколько дотации в вашем городе сегодня. Я вам не могу ответить на этот вопрос. У вас есть финансист, у вас есть депутаты городского совета. Решайте вопросы и обсуждайте вопрос вашего бюджета и дотации вашего города. Сегодня эти 35 гектар уходят за рубль в год. Да, не в аренду. Хорошо, но а какое... Так это ваша земля? Это принимают решение и дают эту землю в аренду депутаты вашего города? Нет, люди дают. Но люди принимают решение громадам. Громадам принимают решение. Как вы решите, как вы с этой землей поступите, так и будет. Представьтесь, пожалуйста, еще раз, кто вы подошли. Зам. директора департамента финансов Одесской областной государственной администрации Крищенко и Елене Григорьевне. Мы вас запомним. Еще вопросы? Вот посмотрите, что, во-первых, будет тендер, кто выиграет. Если выиграет фирма, которая находится в Киеве, офис, то... Уже отвечаю. Они платят... Уже отвечаю. Они сюда привозят своих работающих и здесь будут платить подоходный налог и отчисления за тех людей, которые будут работать здесь. Это все вещание на промышленном городе. Еще раз, я не знаю, что вы работаете. За какую работу? Вот в Москве строят. Он имеет, на этот бюджет, имеет свои, ну, финансирование. С этого он платит на лук свой офис. Он же стоит за кеми, главное, получает. Значит, вам бюджет, бюджет города Теплодара сегодня зачисляется подоходный налог. И если рабочие этого предприятия, которые будут выполнять строительные работы, будут работать здесь, на этой территории, то отчисляться подоходный налог тоже будет сюда. Неправда. Неправда. Есть, подождите, сегодня есть законодательные механизмы, которыми это можно все отрегулировать. Можно, но это неправда. Можно. Я не обманываю людей. Законодательно это предусмотрено и есть возможность это все решать и это все делать. А что мешает фирме зарегистрировать здесь филиал? Что мешает фирме? Если фирма выигрывает тендер, то она заинтересована выполнять работы в вашем городе, выполнять работы на этом предприятии. Поэтому она будет заинтересована зарегистрировать филиал. Фирме зарегистрировать филиал ничего не стоит. Это не стоит денег сегодня зарегистрировать филиал. Мы уже с вами сильно далеко зашли. Давайте хотя бы определимся, согласно или нет. Мы сталкивались, когда мы строили «Сладион», такая же самая была система. В Киеве была зарегистрирована эта фирма, и все налоги пошли в Киев. Это было два года назад, это было два года назад. А мы остались с носом, вот и всё. Окраники все она поменялись. Это самый трампированный полно, который будет таскать этот котик. Теперь еще революбор. Вот этот фиолетовый корпус, вы говорите, там два-три раза сидели. Но это же рецидив. Это рецидивисты. Ну так куда их? Вы хотите их перевоспитать? Вы их куда-то будете увозить? В Оркуту повезете, что ли? Это рецидивисты натуральные. Это бандюки. Это не по жительнике. Законепление будет вопрос и по существу. Вот звучала фраза, что нам за это что-то дадут. Я услышал, что в 2020 году у нас будет всё хорошо. Платоконный налог, там, всех дел и так далее. Скажите, пожалуйста, вот я слышал, что нам дадут какой-то процент от суммы вложенной в строительство. Не было такого? Мы задали вопрос. А, задали вопрос. То есть, как я понимаю, нам с тобой порога, что в Одессе будут там делить, ничего не достанется. Да? А они землю уже получили. Вот поэтому и говорим, ребята, если я что-то называю, договора намерен. Вот если мы там увидим какую-то сумму денег, которая придёт на развитие инфраструктуры, и это надо было изначально. Знаете? Вот изначально. Вот нам дают 10 миллионов долларов на то, чтобы вы поставили очистные, привели в порядок дома, утеплили, понимаете? И так далее. Счётчики, даже поверьте, на это денег нет. А мы сейчас думаем, что у нас будет в 2020 году. Скажите, какой сегодня вопрос пенитенциарной службы? Мы уже подарили землю господину Клюеву или кто там был у нас, реализатором проекта по солнечным батареям. Ничего не видел. Отдали кусок земли. У нас там, в принципе, должно было как-то что-то строится. По-моему, пожарка должна была бы ещё рядышком. Что мы сделаем ещё? Мы дадим ещё 3-4 часа. Я чётко спрашиваю. Я вам говорю, как начальник управления территориальной области, я не распоряжаюсь этими деньгами. Это не моя компетенция. Пожалуйста, это компетенция Кабинета министров. Но реализация той семьи же будет происходить по-любому. Да, она безусловно будет происходить. Но я на сегодняшний день некомпетентен. Он говорит, кто будет принимать решение Кабинет министров, а не управление. Но это всё похоже, знаете, на что? Если это без письменных заявлений, то не у вас есть. Помните? Ну, пожалуйста. Вы сейчас... Вот точно так же, как мы были... Подождите. Ну, зачем так? Мы приехали к руководству города. Мы повстречали. Мы доложили о намерениях. Мы стали, определили позиции. Мы ответили на вопросы. Мы отправили письма для того, чтобы прийти в Теплодар. Сказали щен. Ну, послушаю. Прошу. Давайте подытожим. У нас не получается с теми пугалками. То есть у нас две пугалки есть. Одна пугалка – это то есть у нас химперевалка здесь будет. Молодонажная химия, да? Либо то, либо то. Это одна пугалка, правильно? То есть либо тюрьма, либо химперевалка. То есть люди как-то понимают, что что-то нужно из одного выбирать. Это первая пугалка, да? Что дальше? Я не понимаю. Денег нам уже нет. Хотя изначально это преподносилось... Как он? Нам дадут какие-то деньги на развитие кожи до изначально. Денег уже тоже нет. Да нет, у вас нет. Ну, не по большому-то счету. Я услышал вопрос. Такие сказочные условия, как в Теплодаре, давайте уже с точки зрения технической. Подвод газа, объем мощностей. Вы не получите нигде в Ательской области. И поэтому вы приезжали и к Печерской. Не приезжал. Ну, не важно. Ну, кто-то от вас. Этот проект уже давно рассматривается, правильно? Приезжали к Печерской. Я не знаю, что у вас здесь расстроено. И поэтому приезжали еще раз. Если бы была возможность без вот этого где-то построиться, то вы бы построились. Нет. Вы послушайте, но... Я знаю, что нет в Ательской области такой больше. Да нет, не в этом вопрос. Вот вы зря вот такой сразу же акцент ставите. Мне очень, во-первых, неприятно. Вот лично меня вы этим обижаете. Ну, вот когда вы делаете вот такие движения. Я абсолютно... Ну, вот когда... Видно, что-то не сросло. Я не знаю, у кого там что не срослось. Я действительно не имею отношения ни к каким вот этим движениям. Понимаете? Я просто помню, что этот вопрос выносился. Мы его обсуждали. И потом, на уровне кабинета нашего мэра, он закрылся. Ну, конечно. Ну, и мэра тоже, как я понимаю, нет. А что касаемо там перспективы какой-то в отношении мэра, вы громадой можете сегодня обращаться и требовать от него ответов на все вопросы. В том числе и походы. Пожалуйста. Смотрите, сегодня мы собрались только для того, чтобы решить, надо нам это или не надо. Сегодня приглашены депутаты, руководители разных уровней, общественность. Значит, если мы решим, что надо, дальше мы будем ставить условия. Если мы решим, что не надо, какие мы можем ставить условия? Мы должны решить в первую очередь для себя, надо нам это или не надо. Если не надо, то какие мы можем ставить кому-то условия? Мы говорим, извините. Прямо сейчас будем ставить? Надо создать решение. Сегодня, еще раз говорю, сегодня приглашены на первую встречу депутаты, которые закреплены за каждым своим округом, общественники и руководители предприятий. Весь город тут не поместится. Значит, собрались люди те, которые должны решить. Во-первых, депутаты должны сказать своему каждому округу и решить, надо нам или не надо. Если мы решаем, что не надо, мы можем ставить какие-то условия кому-то? Не можем. Если мы скажем «надо», мы ставим при таких условиях. Вот надо решить, нам надо или не надо. Вот надо решить, нам надо или не надо. Так вот, каждый депутат имеет свой округ. Каждый депутат, пускай, проведет на своем округе работу и соберет там подписи или не подписи, или плюсы, минусы. Надо или не надо. У нас не вообще в домах есть депутаты. Вы, пожалуйста, в газете напишите, в каком доме какой депутат. Потому что вы написали. Есть у нас редактор газеты? Да. Редактор газеты есть? У нас было написано, было опубликовано в газете по каждому округу. Да. Вот там кто-нибудь в домах, где нет депутатов. А потому что она еще в первую очередь была. Нет, ну извините, все равно какой-то депутат должен быть в доме прикиданным. Но, Галина Ивановна, вы возьмете на себя тот дом, который... У меня есть депутат в Воронике. Нет. Ну кто-то возьмет со общественника. Может какой-то депутат другой возьмет. Может со семьи. Я могу за свой дом отмечать. Я согласна. Но вот есть там церковые дома где-то там. Я не видела, что нет депутатов. Я не видела, что нет депутатов. Пенефициарная служба обратилась по поводу размещения. Мы задали вопрос и сказали нам надо объяснить. Вот сегодня мы встретились. Нам объяснили. И теперь мы должны решить. Надо или не надо. Если надо с условиями. Если не надо, то мы условия не можем ставить. Ну а слово мэра какое? Мэр, понимаете, не может быть на какой-то стороне. Мэр как люди. У нас есть еще совет общественной организации. Есть такой совет с председателем. И в конце концов мы можем провести референдум, собственно говоря. Надеюсь, Шевченко был приглашен. Вот здесь. Он есть. Он есть здесь. Вот. И мы можем провести референдум элементарно просто. Мы можем, я же говорю, у нас есть... Мы имеем право на это по закону. Мы можем не принять решение. Для себя. Не для кого-то. Я депутат по десятому будинку. В себе на будинку я провела звук. Люди проголосували одна за, всі остальні против. Я людям сказала, я людям сказала, что буду голосовать так, как голосуют люди с моим округом. А мне просто шесть. Я живу в этом хроме. И объясните мне, кто один проголосовал за остальные против? Одна женщина. Кто одна женщина? Объясните мне. Если стояла там десять... Кто с нашим подъездом? Ну иди сюда. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Просто опрос, я думаю... Я вам рассказываю то, что было. Шесть человек было за из десяти. Не надо рассказывать? Шесть человек из десяти. Но не все из десятого будинка. Так вы за. Нельзя так говорить, что один был против, остальные за. Я наоборот сказала, что все были против, а один за. Как вы слушали? А ну вот. Я вам просто рассказывала, как люди по моему дому. Я советую всем, где-то провести на своем округе. Вот и все. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты. Может мы не будем... Мы гостей, наверное, скажем спасибо. Да. А мы отстаём. А вас попрошу остаться. Мы купим. Не ожидаю. А у вас сказать о стартном вновь не имею. Спасибо. 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 Дорогие теплоданцы, дело в том, что я не собиралась выступать, выслушал вас всех, пришла к такому виводу. Дело в том, что здесь два аспекта, которые вы, так сказать, путаете. Духовный и материальный. Они никогда не пересекаются, эти вопросы. И они всегда противоположны. Вы должны для себя выбрать что-то одно из этих. Можно, конечно, выбрать материальный в ущерб духовному. Можно выбрать духовный в ущерб материальному. Можно постараться выбрать материальный и до минимума свести ущерб от этого, что несет с собой, безусловно, негатив. Поэтому путать эти вопросы нельзя просто-напросто. А сегодня те вопросы, которые задавались, они шли вразрез одно с другим. Нужно было решить вопрос, какой вред несет духовный в результате того, что здесь будет тюрьма. Безусловно, это негатив. Безусловно. Есть опасность и для воспитания детей. Есть опасность и заражения. Есть опасность, но вместе с тем мы не можем отрицать того, что должна быть цивилизация и должна быть рост города. Поэтому нужно тогда принимать, если вы решите отдать предпочтение материальному, мы все должны решить вопросы о том, чтобы как можно больше оградить вот тот негатив, который несет за собой тюрьма. Ну, езжа по, так сказать, по разным городам, по странам, могу вам сказать, что тюрьмы обычно действительно на Западе, они имеют контроль полный, они отделены от городов, здесь слишком близко, конечно, это расположение. Они обычно располагаются на много километров от города и имеют все комфортабельные по современности расположения. Вот здесь, конечно, расстояние очень близкое, поэтому есть некоторый довольно существенный риск. Вот вы должны для себя и выбрать и решить между этими двумя вопросами, духовными или материальными. Простите. В двух словах, все прекрасно звучало, проект красивый. Настораживает одно, что осуществлять этот проект и европейский контроль, и европейскую тюрьму будет наша потенциальная служба, которая на сегодняшний момент не может добиться исполнения даже украинцевого законодательства. А тут она хочет контролировать по европейским стандартам. И когда сегодня руководитель этой службы уверил, что он гарантирует своим составом и своим руководством, вот это именно и настораживает в этом вопросе, в этом проекте. Потому что на сегодняшний день потенциальная служба, ну, наверное, как яркий представитель государства, находится, ну, я не знаю, на дне мы уже или еще опускаемся, ну, в таком же самом виде. То есть это рассадник вот всего, чего тут люди опасаются. Наркотиков, болезни, создание вот этих вот торговых предприятий, мафиозы, которые будут снабжать тюрьму наркотиками и всем, что надо там для жизнеобеспечения. Это раз. И второе. Мы знаем, что сейчас 80% преступлений совершаются из тюрьмы. Понимаете? То есть вот организаторы сидят в тюрьме. И без потенциальной службы такие организации и такие преступления просто невозможны. Поэтому проект, конечно, красивый. Может, в будущем он и был бы привлекательен для города Теплодара, но на сегодняшний момент, я думаю, город заслужил других проектов. Я не думаю, что нужно его обрекать на такое будущее, как вот приставка тюрьма, городообразующее предприятие, которое и будет ярлыком, и гербом нашего города. Поэтому я от себя лично призываю все-таки и депутатов, и общественников, и просто людей неравнодушных принять правильное решение. Потому что тюрьма — это даже не название, не материальный даже какой-то у нас объект, а определяющее нашего города. Так что, может, выберем какое-то другое определяющее. Спасибо. Аплодисменты. Как бы они ни говорили, но духовно мы еще не выросли до такой степени, чтобы мы свое материальное ставили ниже духовного. У нас сейчас во всех, кто на какой-то должности вышел, чтобы набить свой карман. И нам красивый проект, что будет. Да, вот эти два предпринимательства там были в магазине. Что мы от этого были в России? Они свои поставили, и вы будете туда. А нет, они там уже все решено. А вы подумайте о детях своих, молодых. Нам это нужно. У нас так, пройдешь по площадке где-то, ты найдешь шпиц. А там будет такое, что, простите, вы ничего не сможете потом сделать. Вы захотите, кто-то куда-то захочет уехать, вы не сможете продать в арте. Вы поинтересоваться в тех местах, где рядом тюрьма. Как люди там живут, как они кричат, что там происходит. И вы хотите вот это принести к нам? Что вы будете здесь сидеть в своей квартире, вы не сможете выехать. Потому что никто ее не купит. Потому что никто сюда не хочет приехать жить. Об этом вы подумайте. И то, что говорит, что будут какие-то инвестиции. Да не будет. Вот это они построят. Фирма зарегистрирована там. Не будет ничего здесь. Кто работает, тот налог заплатит. А остальное? Подумайте об этом, о своих муках. И дальше, чтобы поселок произвел. Да, за 15 лет у нас ничего там не сделали. Потому что у нас в ЛМЭТах сильно много хотелось. Много чего хотелось там сделать. Сильно просила. Все отошло. Лучше еще 15 лет прожить так, чем мы построим это и угробим свой город. Подумайте об этом. Важаемые педагоги, я хочу сказать вам одно. Вы сейчас скажете, что я, как всегда, ну в общем, я такой человек, которого не очень любят теплодай. Но я вам скажу, я против тюрьмы. Знаете, получается так, что у нас депутаты и Михаил Васильевич пошли не по тому пути. Они сразу уцепили, они сразу уцепили за тюрьму. Уговаривают, нас не уговаривают. Но я вам скажу, чтобы снизить тарифы, нам надо сделать три дела. Первое. По воде разобраться. Потому что у нас вода дорогая. Говорят, очистные у нас. Плохие очистные. Ну почему? Послушайте, пожалуйста. Пять минут. Я больше много не буду говорить. Почему у нас вода стоит 11,76, а на очистные идет 3 с копейками. У нас же очистные такие плохие. Это второе. Третье. Вот сейчас у нас в якутских домах, во-первых, у нас в тюрьмах сейчас поднят вопрос для того, чтобы отвлечь внимание от отопления и воды. Вот мне два счета принесли. Двухкомнатные якутские дома и трехкомнатные. Двухкомнатная в якутском доме стоит 380 гривен. Трехкомнатная стоит 875. В нашем доме, где нет счетчиков, двухкомнатная квартира стоит... Ой, там 500. Извините, в якутском доме 500. Вот, это трехкомнатная. В нашем доме, вот я говорю только за свой дом. В нашем доме двухкомнатная стоит 875 гривен. Моя трехкомнатная стоит 1014 гривен. И там, и там 500 гривен расхождения. Это первое. Я посчитала, у нас 36 двухкомнатных квартир. И 16 у нас получается трехкомнатных квартир. Так разница там, по тем ценам, где счетчики есть, и разница по моему дому 26 тысяч в месяц. Понимаете? Это у нас, у нашего дома забирают лишнее. А умножить на 42 дома? А умножить на месяца? Это миллионы получаются. Понимаете? Поэтому, я считаю, Михаил Васильев, надо прежде подумать о тарифах. Чтобы мы вам были, когда мы были у вас на приеме, я вам говорила, что надо здесь обнадежить, рассказать им. Мы ведь на них, и у них будет желание платить. Вы знаете, я вот решила за это, значит, платить. А сейчас я вот думаю, почему я купить дома, они могут возить по счетчикам. А мы можем. У меня 16-го числа, лично я и два моих человека едут, ну, с нашей инициативной группы, едут в суд. Нам этот суд затягивается в апреле месяца. Там мы просим только два вопроса. Первый, признать недееспособность управления инвестицией и имуществом, то, что они 8 лет гниют наши счетчики в подвалах. И второе, мы у них просим, передайте, ну, и как я знаю, что мы на баланс просили, а тут надо просить на позабаланс теплодар-энерго. Мы суд, подождите, мы суд здесь проиграли, в апелляции мы выиграем. И сейчас они уже подали на нас суд, на апелляцию. Мы пришли к Михаилу Васильевичу и говорили, пожалуйста, отзовите, поговорите с ними, чтобы отозвали этот изд. Ведь мы правы. Нам надо, чтобы счетчики работали в теплодаре. И надо, чтобы я оплатила, чтобы вот так вот меня Михаил Михайлович не подбивал. Вы понимаете? Но! Но! Нам сказали, судитесь! Можно я отвечу, разрешите, пожалуйста, отзовите женщине. Все вы из этого, пожалуйста, отзовите. Я хочу отзовите женщине. Да. Два года назад, я хочу ответить, мне не нужен микрофон. Два года назад, в 71-м доме, я хотела счетчик на тепловку. Я этим вопросом занялась. Кто меня знает, знает, что это уже все до конца. А тут у меня не получилось. Почему, госпожа Бабенко? Потому что счетчик ставится на подъезд, когда там нулевые долги. Нет, у нас счетчик, извините, я вас говорю, у нас счетчик стоит в подвале. У нас в каждом доме в подвале стоит счетчик. Счетчик стоит, но для того, чтобы его запломбировать, подключить, и чтобы он... Так вы меня извините. ...нулевые долги. ...ваши месяц, снимаем показания. Да, да. И между прочим, чтобы поставить счетчики, у нас было в седьмом году... ...плачено 150 миллионов долларов. Вот и считайте. Спасибо. Сегодня у нас идет замкнутый круг. А сейчас не плачет, что за четыре дня у нас домашние без воды. Нас 35 лет никто не делал внутри квартальные сети. Никто никогда. Сейчас это лерло на наши плечи. Значит, я прошу всех платить. Мы сделаем все, чтобы уменьшить цены. Значит, отопление это тоже частая фирма. Нам надо сегодня... Я еще раз говорю. В сегодняшний момент мы не можем прекратить тепло с частной фирмой, потому что отопительный сезон. Это не весна. Молодец. Когда показывают? Там все платят, чем нас. По какому каналу? А мы еще с одной и той самой подстанцией. Правильно. Потому что там стоит счетчик. Так, кто это не просит, стоят счетчик? Ну, так же, занимаетесь этим вопросом. Ну, как же вы занимаетесь? Знаете, как за бизнес управления, чтобы я вот 16-го не ехала? Мы же у вас много и гостя. Олег Юрьевич. Олег Юрьевич. Мы не просим многого. Мы просим вот именно... К сожалению, надо аппаратуру отдавать, это не наше. Люди не могут ждать. Все, спасибо. Да там цену я вам даже не могу сформировать. Не я, а потому что они в интернете, например, могут. И доходят до 40. Так сколько я подожду? Дай мне сейчас 50 гривен, а завтра буду опять... Можно. Можно. Спасибо.